Информационная служба канала РТВ продолжает свою работу. Меня зовут Сергей Кения. Здравствуйте. И так сейчас в мире. Владимир Путин должен предстать перед судом. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, ранее не исключившая своего выдвижения на пост главы украинского государства в случае, если этого захочет народ, выступила с резкой критикой президента России. Летчица озвучила свои обвинения в адрес Владимира Путина из самого сердца Европы, Страсбурга. Савченко, еще находясь под стражей в России и ставшая членом делегации Украины в ПАСЭ, впервые выступила со словом перед парламентской ассамблеей Совета Европы. Депутат, в частности, заявила, помиловав ее и других украинцев, Путин не делал шаг навстречу, он лишь хотел показать свое превосходство. Савченко также вновь подчеркнула, что была похищена с территории Донбасса, а не пересекла незаконно российскую границу, в чем ее обвиняли. И добавила, Владимир Путин должен ответить в европейском суде за похищение украинцев с территории Украины и крымских татар с территории аннексированного Крыма. Член Верховной Рады также призвала ПАСЭ не восстанавливать полномочий российской делегации. Страна, которая гарантировала безопасность по Будапештскому меморандуму после ядерного разоружения Украины, нанесла нам удар в спину. Это предательство. Не может быть возвращена в ПАСЭ делегация страны, которая не уважает прав человека, не уважает иммунитет делегата, как это Россия делала со мной. Я тоже очень хочу примирения, и я буду работать в этом направлении. Но сейчас Украина стоит на передовой, на рубеже огня. Мы платим за спокойствие Европы и за мир в своей стране, своей кровью и жизнями своих людей. Я прошу вас поддержать нас в этом своей твердой, последовательной, четкой позиции. Только вместе мы победим. Следственный комитет России поставил точку в расследовании убийства Бориса Немцова. Официальный представитель ведомства Владимир Маркин заявил о завершении расследования в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления. Заура Дадаева, Шадида и Анзора Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Все они уроженцы Чечни, так или иначе связаны с батальоном «Север». Действовали обвиняемые из корыстных целей за вознаграждение, заверили в Следственном комитете. Владимир Маркин заявил, что мотив убийства на почве религиозной ненависти полностью исключен. Заказчиками преступления представитель ведомства назвал разыскиваемого Руслана Мухудинова и иных лиц. Борис Немцов, напомню, был застрелен 27 февраля прошлого года в центре Москвы, недалеко от стен Кремля. Родные оппозиционеры неоднократно заявляли, что не считают заказчиком убийства Мухудинова. Адвокат Вадим Прохоров просил допросить по делу высокопоставленных чиновников из Чечни, в том числе главу республики Рамзана Кадырова, но получил отказ. Казахстан возложил ответственность за теракты в городе Актабе на исламское государство. Глава МИД республики Ерлан Идрисов заявил, что нападения произошли после призыва одного из лидеров ИГИЛ к своим сторонникам по всему миру совершать насильственные акции перед и во время священного для мусульман месяца Рамадан. Министр добавил, что сам по себе призыв к проведению терактов в такой период, цитирую, характеризует всю уродливость этой группировки. Конец цитаты. Ранее БМВД Казахстана заявляли, что экстремисты, устроившие нападения на оружейные магазины и воинскую часть в Актабе, получали инструкции от некоего имама в Сирии. Я напомню, теракты произошли 5 июня. С самого начала в Астане заявили о причастности к атакам радикальных нетрадиционных религиозных течений, а президент Нурсултан Азарбаев даже намекнул и на то, что в событиях в Актабе проявились признаки цветных революций. На греческом острове Крит открылся Всеправославный собор. Правда, название это условно принять в нем участие согласились не все автокефальные, то есть независимые православные церкви. Вселенский собор – событие поистине историческое. Нынешняя встреча иерархов проходит впервые за более чем тысячу лет. А на подготовку к ней ушло 55 лет. Тем не менее, из 14 существующих поместных церквей на Кипр отказались ехать представители четырех – антиохийской, болгарской, грузинской и самой многочисленной русской. Формальная причина – несогласие с некоторыми организационными вопросами и проектами документов. Впрочем, многие эксперты считают, поистине всеправославным собору помешала стать в том числе геополитика. К примеру, московский патриархат, помимо того, что давно ведет борьбу за влияние с константинопольским патриархом Варфоломеем, организатором нынешнего собора, также опасается, что последний признает автокефалию украинской православной церкви. Вечный город впервые возглавит женщина. Кандидат от итальянского оппозиционного движения «Пяти звезд» Вирджиния Раджи получила большинство – 67% голосов на выборах мэра Рима. Будущая мэра итальянской столицы в большой политике не так давно. Ранее она работала волонтером в нескольких муниципальных собачьих приемниках, а также в Римском университете «Фору Италику». Попав в партию движения «Пяти звезд», Раджи в основном занималась вопросами школьного образования и охраны окружающей среды. Сегодня отмечается Всемирный день беженцев. И в этом году к учрежденной Генассамблее ООН Дате приковано особое внимание. По данным Организации Объединенных Наций, в 2015-м в мире было зафиксировано рекордное количество вынужденно переселенных лиц. Согласно отчету Управления ООН по делам беженцев, в прошлом году войны и конфликты заставили свыше 65 миллионов человек покинуть свои дома. По итогам 2014-го количество вынужденных переселенцев составляло около 59 миллионов. В целом же за последние пять лет этот показатель вырос вдвое. Согласно последнему исследованию, в промышленно развитых странах в прошлом году были поданы рекордные 2 миллиона прошений о предоставлении убежища. Среди беженцев было почти 100 тысяч детей, пребывающих без сопровождения взрослых или разлученных со своими семьями. Ну что же, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI у моих коллег. У меня на этом все, я прощаюсь с вами до завтра и желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова